Дмитрий, аналитический сервис для поставщиков на базе единой платформы. Как это устроено и как это работает и чем это отличается от решений, которые уже есть на рынке? Наверное начну отвечать на ваш вопрос с конца. Чем это отличается? На самом деле на рынке не существует подобных решений, которые бы затрагивали большинство сфер бизнеса, ритейла с точки зрения аналитики. На сегодняшний день Dialog X5 представляет из себя комплекс цифровых решений для наших партнеров. Он позволяет проследить какие-либо проблематики через серию различных продуктов. У нас внутри существует несколько модулей. Первый модуль из них это Insights, это попытка понять, что происходит с брендом внутри категории, как идут продажи, какие факторы на нее влияют. Вторая история связана с рекламным таргетингом, так называется таргетинг. Это попытка как раз более сфокусирована после самого Insight, ответить на вопрос, что же делать с этой аудиторией. Возможность каким-то образом по диджиталу каналам отрекламироваться. И вот буквально с запуском Dialog X5 мы запустили еще модуль Logistics, который отвечает на все вопросы, связанные с логистикой с точки зрения уровня поставки в магазины и всего остального. На мой взгляд, я не знаю, может быть коллеги меня на рынке поправят, но собственные разработки, во-первых, ритейла. Здесь важно сделать акцент, что Dialog X5 мы полностью разработали внутри и затронули несколько сфер бизнеса ритейла, я не видел. Как это работает все-таки? Работает это очень просто, смотря для кого. Если говорить, то для поставщиков все-таки? Для поставщиков работает все очень просто. Поставщик заходит на сайт Dialog X5.ru, ознакомливается с информацией, регистрируется на демо, если он еще не действующий, условно говоря, поставщик какого-либо из сервиса. И мы проводим с ним, собственно говоря, обучающие демо, которые рассказывают, какие инструменты у нас существуют, на какие бизнес-вопросы мы отвечаем, какой результат его ожидает, какой уровень поддержки его ожидает. То есть достаточно просто ознакомление с информацией, обсуждение деталей, подключение и пользование. Ну вот если еще рассказать, то раньше поставщикам, точнее сказать, партнерам X5 были доступны несколько отчетов, то есть это диагностика категории, источники продаж и миграция покупателей. Вот за этот год этот ряд как-то расширился? Да, все верно. Те модули, о которых вы говорили, это как раз одна из составных частей сервиса, диалог X5, это диалог X5 Insights, это аналитические отчеты, Shopper Insights отчеты, да, и вот на старте год назад их было три, сейчас и они изменились с точки зрения степени гранулярности данных, каких-то функций, фич, и добавилось достаточно много новых отчетов, например, запуски новинки, анализ промо, что самое, наверное, сейчас в ритейл-среде популярное. Мы очень сильно изменили вообще в целом интерфейсную составляющую для, так сказать, легкого восприятия и понимания, что происходит. То есть если раньше мы отвечали на базовые вопросы, да, точнее поставщики для себя ставили базовые вопросы, то сейчас ставят более продвинутые с пониманием этих данных, что же я могу сделать, как же я могу изменить, да, какой инкрементальный вклад в категорию вносит, например, запусковые новинки, если я могу ретроспективно посмотреть на какие-то данные, которые уже накоплены за весь период продаж в X5. Какой-то реальный кейс можете привести, например? Вот реальный кейс, к сожалению, сейчас нет. Мы с партнерами как раз обсуждаем возможность публикации, да, и для этого мы должны в любом случае досогласовать какие-то нюансы с партнером. Из кейсов у нас там более 20 поставщиков на текущий момент, которые уже настроили более 8000 отчетов, которые напрямую влияют, ну, как бы на их степень принятия решений. То есть сейчас степень принятия решений на основании данных позволяет поставщику более быстро реагировать на те вызовы, которые существуют на рынке. Вы, как я понимаю, сейчас все сервисы для поставщиков объединяете на одной платформе. Все верно, да. И это все будет вместе или все-таки что-то останется отдельными кусками? Как это будет работать? Да, смотрите, уже сейчас мы объединили под единым зонтом, так сказать, четыре сервиса под диалог X5. Это Insights, это продвинутая шопер-аналитика, это Logistics, все, что связано с логистическими данными, это рекламный таргетинг, который доступен с точки зрения поиска своей максимально релевантной аудитории для рекламы. Это тендерная площадка. В перспективе мы будем, естественно, развивать свой арсенал, аналитический я имею в виду для партнеров. Но также существующие решения будут постепенно мигрировать под единый бренд, под единую точку входа, точку авторизации и возможности использования в диалог X5. Они будут происходить бесшовно максимально для пользователя. Если еще раз коротко говорить о преимуществах, которые поставщик получит при подключении к этой платформе, что это будет? Ну, представьте, что на самом деле, если простыми словами, то сейчас вы охватываете практически все сферы бизнеса, подключившись к диалогу X5 с точки зрения понимания себя как поставщик. Начиная от того, как фура приехала на РЦ, заканчивая тем, как товар выставлен на полке, как потребители его покупают, почему не покупают, и что с этим в конце концов можно сделать, прямо здесь и сейчас задействуя какие-то диджитал-каналы. То есть это попытка сделать максимально, точнее не сделать, а расширить максимальный доступ ко всем цифровым инструментам. То есть это вот тот эффект, который X5 хочет достичь? Ну, там, конечно, есть и другие эффекты, которые мы преследуем, безусловно. Это вовлечь наших поставщиков в нашу, так сказать, цифровую трансформацию с точки зрения диджитал вот этих процессов, потому что платформа, она упрощает взаимодействие. И мы, как ритейл-сети и поставщики, смотрим на одни и те же данные, на одни и те же инсайты. Это позволяет нам одинаково мыслить и принимать правильное соглашение на основе диалога. Простите за тавтологию. А вообще какие условия подключения к этому сервису? Это платная история, правильно я понимаю? Смотрите, ряд сервисов бесплатные, часть сервисов платная, и мы отдельно с каждым поставщиком прорабатываем историю необходимых, так сказать, модулей и типов отчетов, которые он может для себя выбрать, периоды и так далее. Из этого формируется конечное предложение, которое он оплачивает. Часть модулей бесплатно, да. Но все-таки сколько X5 планирует зарабатывать на этих сервисах? Если планирует, конечно. Бессловно, планирует. Сейчас я не хотел бы раскрывать эти цифры. Я надеюсь, что в следующем году мы с вами встретимся, и я смогу отчитаться лично перед вами за финансовые результаты именно диалога X5. Хорошо, а вот еще вопрос. Какие-то ограничения по подключению поставщиков есть? Или, в принципе, любой, кто желает, может подключиться? Абсолютно любой поставщик X5 Retail Group может сейчас зайти на сайт диалог X5, внизу проскролить, и там будет форма для того, чтобы записаться на демо, и все. Дальше мы уже в диалоге один на один выясняем его потребности, функции, какие задачи он решает, на каком уровне развития у него на текущий момент аналитика, чем мы можем быть полезны, и, собственно говоря, он начинает пользоваться при заинтересованности. Ну, тогда нам остается только подождать год, чтобы уже получить от вас какие-то конкретные данные. Будем стараться, будем стараться работать над публичными кейсами, и сейчас как раз со многими коллегами обсуждаем возможность выхода. Спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok